Сегодня наш завтрак составляет 253 килокалории. Это смузи, 450 миллилитров у меня в стакане. Готовила я его из 150 грамм банана, 150 грамм апельсина, яблоки 100 грамм и 50 грамм свежей моркови. Всем желаю приятного аппетита и хорошего начала дня. Первый перекус составляет 78 килокалорий. Состоит он из 5 виноградин, 3 миндальных не обжаренных орешков и 2 фиников. Следующий прием пищи это овощной суп. Порция составляет 300 миллилитров и по калорийности 168 килокалорий. Подробный рецепт приготовления я оставлю под видео. Можете использовать мой рецепт, можете приготовить по своему. Можно приготовить постный борщ, но нельзя использовать картофель и свеклу. В состав моего супа входит капуста, обычная белокочанная, сладкий зеленый красный перец, луковица, морковь и томатный сок. Также я добавила 1 столовую ложку оливкового масла на всю пропорцию приготовления супа. Если будете готовить по моему рецепту, напоминаю, найдете его под вот этим видео. Перекус составляет 66 килокалорий и это хурма весом 100 грамм. На следующий прием пищи после перекуса у нас тоже будет овощной суп. Я, как видите, добавила немного укропа, в первый раз просто забыла. Порция также составляет 300 миллилитров и по калорийности 168 килокалорий. На третий перекус у нас будет одно большое красное яблоко весом 150 грамм и по калорийности перекус составляет 72 килокалории. Сегодня наш ужин составляет 164 килокалории. В тарелке у меня 200 грамм пюре из тыквы. Готовлю самым обычным способом. Режу тыкву, укладываю в кастрюлю, наливаю небольшое количество воды и тушу до готовности. Потом все перетираю в блендере. Можно добавить немножко горчицы, но сегодня я ее не добавляла. Также, если любите, тыква хорошо сочетается с укропом, с петрушкой, ну в общем с любой зеленью. Затем 150 грамм салата овощного, заправленного 1 чайной ложечкой оливкового масла. Здесь у меня 50 грамм огурчика, 50 грамм помидорчика, немножко совсем укропа и 50 грамм сладкого перца. И на ужин заварила вот такой вот зеленый чай. Всем желаю приятного аппетита, хорошего вечера и встретимся завтра за завтраком. Наш завтрак сегодня составляет 256 килокалорий и состоит он из смузи, в состав которого входят 300 грамм яблок, 100 грамм банана и груша весом 80 грамм. Всем желаю приятного аппетита, хорошего начала дня и встретимся за обедом. Наш первый перекус составляет 21 килокалорию, состоит он из 10 виноградин и по весу у меня получилось 30 грамм. Сегодня мы с вами будем готовить легкий овощной суп, готовить сразу будем 2 порции, потому что обеденный период мы разделяем на 2 приема пищи. Итак, какие продукты нам понадобятся? У меня здесь 100 грамм овощной замороженной смеси, в нее входит стручковая фасоль, затем лук репчатый, помидоры, красный и зеленый сладкий перец. Я покажу упаковку, которую я покупала, но можно купить аналогичную замороженную смесь, только другой марки. Это особого значения не имеет. Затем 100 грамм цветной капусты, 100 грамм брокколи, 50 грамм моркови и укроп, петрушка, лучок по вкусу. Также нам понадобится столовая ложка оливкового масла и соль по вкусу. Для приготовления супа я использую вот такую вот овощную смесь, овощи для яичницы. Но также можно купить смесь, которая называется весенние овощи или овощи для супа. В чашу мультиварки вливаем столовую ложку растительного масла и смазываем полностью всю дну. Затем отправляем в мультиварку морковь и замороженные овощи. Все перемешиваем. Закрываем чашу мультиварки. Если вы готовите в глубокой кастрюле, то делайте то же самое, только на газовой или на электрической плите. Ставлю на режим жарки и немножечко припускаю. Не зажариваю, но чтобы овощи стали мягкими. Пока овощи тушатся, брокколи и цветную капусту разделяем на более мелкие соцветия. 5 минут добавляем цветную капусту и брокколи. Все перемешиваем. Снова закрываем крышкой и тушим практически до готовности. Прошло ровно 5 минут. Жидкость испарилась. Брокколи и цветная капуста стали мягкими. И сейчас мы заливаем 600 миллилитров теплой воды. Немножко присаливаем, закрываем чашу мультиварки и тушим еще 5-6 минут до полной готовности. Таким образом в нашем супе сохранятся все витамины из овощей. Через 15 минут вот такой вот красивый, ароматно пахнущий, а самое главное вкусный суп готов. Калорийность порции 300 миллилитров составляет 207 килокалорий. Итак, напоминаю, вначале всыпаем морковь и замороженные овощи, тушим 5 минут. Затем укладываем брокколи, цветную капусту, тушим 5 минут. Заливаем затем теплой водой, добавляем немножко соли и тушим 5-6 минут. Всем желаю приятного аппетита и встретимся за второй порцией обеда. Второй перекус у нас будет 6 необжаренных миндальных орешков и по калорийности перекус составляет 42 килокалории. Вторая часть обеда примерно через час-через полтора супик настоялся и сейчас он еще более вкусный. У меня получилось немножко больше, 360 миллилитров. Добавила уже весь оставшийся бульончик, чтобы не оставался. Ну, думаю, по калорийности будет где-то 210-215 килокалорий. Также забыла сказать, что сверху суп посыпаем свежим укропчиком. Всем желаю приятного аппетита и встретимся за ужином. На третий перекус у нас будет яблоко, вес 140 грамм и по калорийности наш перекус составляет 66 килокалорий. Сегодня наш ужин составляет 212 килокалорий. Состоит он из вот такой вот большой порции салата из свежих овощей. В моей тарелке 100 грамм порезанной пекинской капусты, 100 грамм натертой сырой моркови, 50 грамм помидора, 50 грамм огурца, 50 грамм сладкого перца. Салат заправлен 1 столовой ложкой оливкового масла и соком, выжатым из двух долек лимона. Также заварила вот такой вот чай. В нем находится шиповник, корица и роза. Всем желаю приятного аппетита, хорошего вечера и до встречи завтра. Сегодня наш завтрак составляет 204 килокалории. Состоит он из 450 грамм смузи. Смузи я готовила из груши 200 грамм, 150 грамм апельсина и 1 хурма весом 100 грамм. Всем желаю хорошего начала дня и встретимся за обедом. Первый перекус у нас сегодня будет банан весом 120 грамм и калорийностью 105 килокалорий. Сегодня на обед у нас будет суп-пюре из овощей. Готовила я его по тому же принципу и из тех же продуктов, что и весенний суп, но добавила еще 100 грамм тыквы. Рецепт полностью как что готовить я напишу под видео. Порция составляет 300 миллилитров и калорийность ее 233 килокалории. Второй перекус составляет 31 килокалорию. Состоит он из 3 миндальных необжаренных орешков и 5 виноградин. Вторая часть обеда у нас как и всегда через час-полтора после первой части обеда. Порция составляет 300 миллилитров суп-пюре и калорийность его 233 килокалории. Всем желаю приятного аппетита! После обеда через часик-через полтора перекус и потом встретимся за ужином. Третий перекус у нас сегодня 1 красное яблоко весом 120 грамм и калорийностью 57 килокалорий. Наш ужин сегодня составляет 122 килокалории. В него входит 200 грамм цветной капусты, приготовленной на пару, и 150 грамм салата. 50 грамм сладкого перца, 50 грамм огурца и 50 грамм помидора. Салат заправлен оливковым маслом 1 чайной ложечкой. Также у меня будет ромашковый чай. Всем желаю приятного аппетита, хорошего вечера и встретимся завтра! Сегодня наш завтрак составляет 204 килокалории. Состоит он из 450 грамм смузи. Смузи я готовила из груши 200 грамм, 150 грамм апельсина и 1 хурма весом 100 грамм. Всем желаю хорошего начала дня и встретимся за обедом! Первый перекус у нас сегодня будет банан весом 120 грамм и калорийностью 105 килокалорий. Сегодня на обед у нас будет суп-пюре из овощей. Готовила я его по тому же принципу и из тех же продуктов, что и весенний суп, но добавила еще 100 грамм тыквы. Рецепт полностью как что готовить я напишу под видео. Порция составляет 300 миллилитров и калорийность ее 233 килокалории. Второй перекус составляет 31 килокалорию. Состоит он из 3 миндальных необжаренных орешков и 5 виноградин. Вторая часть обеда у нас, как и всегда, через час-полтора после первой части обеда. Порция составляет 300 миллилитров суп-пюре и калорийность его 233 килокалории. Всем желаю приятного аппетита! После обеда через часик-через полтора перекус и потом встретимся за ужином. Третий перекус у нас сегодня 1 красное яблоко весом 120 грамм и калорийностью 57 килокалорий. Наш ужин сегодня составляет 122 килокалории. В него входит 200 грамм цветной капусты, приготовленной на пару и 150 грамм салата. 50 грамм сладкого перца, 50 грамм огурца и 50 грамм помидора. Салат заправлен оливковым маслом 1 чайной ложечкой. Также у меня будет ромашковый чай.